Ну и как жить на полуострове и не говорить о море? А у нас в гостях, кстати, главный редактор радиостанции «Море» Вячеслав Петров. Слав, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Как началось то утро нового дня у вас? Я помню примерно во сколько началось. Это было где-то в районе без 25, а там уже как-то бодрячком, весело и с брызгами. Как часто у вас на радио «Море» звучат каверы? Мы вообще стараемся отходить от идеи каверов. Хотя сейчас в последнее время выпускается все больше. Это какая-то мода пошла повальная. Берутся хитовые треки 70-х, 80-х годов и делаются. Но это даже не столько каверы, это так называемые мэшапы, это ремиксы, ремейки. Которые по сути являются каверами, но хочется чего-то нового, чего-то еще неизведанного. Хотя от каверов тоже нельзя отойти, потому что слыша какой-то привычный ритм, там, самый там, Рету Франклину вплоть до того, что Эллу Фиджеральд. Но в модной современной танцевальной обработке все равно ты подпеваешь внутренне. И это вызывает какие-то приятные эмоции, дополнительные, очень приятные воспоминания. Слав, ну я хочу поздравить в первую очередь. Все-таки сегодня Всемирный день радио. Поздравляю тебя с этим событием. Спасибо. Я надеюсь, что вы и дальше будете делать ту кайфовую работу, результат которой мы видим. Будем, будем. Очень круто, молодцы. Спасибо. А я бы еще добавил, что Крымскому радио 90 лет, и вы, как, можно сказать, в каком-то смысле корифей Крымского радио, вот ваш голос уже, наверное, ассоциируется напрямую с нашим вещанием, радиовещанием. Спасибо. Поздравляю вас и с этим. Спасибо большое. Ну и скажи, пожалуйста, сейчас проще работать, чем раньше, или вот как? Очень сложно говорить о том, что было проще, сложнее, когда ты на протяжении достаточно большого количества времени был в этом процессе постоянно, непосредственно. То есть процесс совершенствования, модернизации, эволюции радио, он был частью тебя. Это равно как ты не сможешь определить, там, год назад ты был лучше или хуже. Да, конечно же, сейчас много технических новинок, таких фишек, гаджетов, которые упрощают чисто механическую работу. А работа творческая, она всегда одинаковая. Она была как сложной, условно говоря, 20 лет назад, так и сейчас. Тебе нужно оставаться интересным, тебе нужно слушателю давать то, что он хочет. Меняются, кстати, интересы, запросы слушателей, и ты находишься в постоянном поиске того, что нужно дать человеку, чтобы он остался с тобой, был с тобой на одной волне и слушал именно твою программу, твою радиостанцию. Поэтому технически может быть, да, немножко лучше. Маэстро, поделитесь с нами секретом. Три каких-нибудь пункта, как сделать контент интересным? Ну, больше всего будет привлекать внимание, если вы будете забывать выключать микрофон в студии. Это сразу максимум внимания, сразу много слушателей. Постоянно или периодически бывает? Ну, как получится. Как повезет. Тут, по большому счету, наверное, нужен один совет, как сделать такой контент, чтобы был интересен. Нужно чувствовать, что хочет слушатель. И, ладно, два совета. Давать ему то, что он хочет. И второе, не нужно пытаться быть кем-то другим, играть кого-то. Потому что человек, допустим, актер, театральный актер или киноактер, он может выйти на сцену в течение определенного времени, сыграть какого-то персонажа, и все, он может потом вернуться обратно в себя. Когда радиоведущий, извините, он всю жизнь. То есть многие годы определенное время выходит в эфир, и настолько долго изображать кого-то в разном настроении, в разном состоянии, немножко приболевший, в плохом, может быть, изначальном настроении. Всегда оставаться просто собой. Это, пожалуй, самое главное. Не пытаться быть кем-то. Голос эфирный, поставленный, он ведь не только в эфире, он же остается и за ним, да? Конечно. Это как, по сути, голосовые связки – это та же самая мускулатура. Когда ты занимаешься постоянно спортом, даже когда ты не в зале, ты-то все равно остаешься с такой же мускулатурой, как и есть. Так и голос, он со временем приходит. Я иногда со страхом переслушиваю свои самые первые записи, там такой пионерский голос. И я даже как-то не особо уловил, как он перерос уже в мой нынешний. То есть, опять же, это процесс эволюции, естественный процесс. Мутация. Мутация, да. А что? Это хороший, кстати, был отличный подходящий для этого термин. Слава, вот такой вопрос, вот меня очень сильно мучает. Спокойно. Да, но давление, я уже таблеточку с утра выпил от давления, все будет хорошо. Самарсков. Нет, это не помогает. Скажите, вот есть телевизор, есть интернет, там, YouTube и так далее. Почему радио до сих пор востребовано, когда, казалось бы, столько всего? Сашка, взорвешь. Это таймер. Ну да, в принципе, интернет сейчас, ну как сейчас, он уже не первый год набирает обороты популярности. И действительно, он уже вытеснил, в принципе, еще до этого сделал в какой-то мере радио и телевидение. Сейчас интернет практически полностью вытеснил газеты. И газеты остаются, но они при этом являются определенным архаизмом. При всем моем уважении к газетной журналистике, я сам с нее в свое время начинал. Я знаю, насколько это очень важный, очень кропотливый и непростой труд. Телевидение, когда ты смотришь телевизор, тебе все-таки нужно обращать внимание на картинку. Ты просто вот сфокусировался, смотришь, слушаешь. Поэтому интернет может быть конкурентом, потому что ты либо сфокусировался на телевизоре, либо на интернете, где интернет-проекты, они, может быть, обладают чуть меньшим количеством... Обработанной информации. Более открытая, менее редактированная. Иногда многие интернет-ведущие, интернет-шоу, они же не знают всех этих телевизионных школ. Они делают это не по шаблонам, не по правилам, что, в принципе, современному потребителю продукта информационного это интереснее. А радио, ну, ты включаешь, в интернете ты находишь себе ту музыку, которую ты изначально любишь. А радио для тебя открывает новую музыку. Потому что только по радио ты можешь услышать, узнать о каких-то новинках музыкальных. Это все еще перемежается с практически живым общением. Радио — это как живой собеседник, как, по большому счету, я надеюсь, никогда интернет не заменит живое общение. Плюс, что немаловажно, когда едешь за рулем, включаешь и обычно все-таки радио. Нет, флешка с записями есть, наверное, у каждого в машине. Но опять же, там те песни, которые ты знаешь. Да, и они приедаются. Периодически ты хочешь чего-то нового, и что делать, и куда бежать тогда. Но не из-за окна машины же вы приезжаете. Элементарно просто к нам приходят иногда на радио наши же сотрудники с телевидения, с флешкой. Ребятам, закачайте что-нибудь там на вашу... Вот шоу у вас в эфире играет, пожалуйста. И все. И они для себя открывают новую группу. И потом, допустим, какой-то исполнитель им понравился, они уже в интернете себе подкачают полные альбомы этого исполнителя. А потом окажется, что вот та песня, которая им понравилась, это чуть ли не единственная нормальная песня у этого исполнителя. А радио является как раз тем средством, которое собирает в один контент самое лучшее от самых разных исполнителей. Да, да. Слава вам. У нас, к сожалению, время вот к концу. Я очень благодарен вам, что вы к нам пришли. Интересно рассказали. Еще раз поздравляем вас, всю вашу команду. И не только радио Моя. Радио Точка, Радио Крым. Всем вашим коллегам передайте наши самые лучшие пожелания. Многое лето. Кстати, еще воспользуясь моментом, нужно помнить о том, что все-таки настоящий день радио, самый большой, самый праздничный для русского радиоведущего. Это 7 мая, день радио. Мы вас с 7 мая в гости позовем. Хорошо, и вы приходите тоже к нам. Ну, сегодня, как бы, да, хороший тоже праздник. Повод поздравить всех коллег по цеху. Спасибо вам большое. Напоминаем, в гостях нашей студии Вячеслав Петров, главный редактор радиостанции «Море». Спасибо вам. Спасибо. Ну, а тем временем мы предлагаем вам посмотреть следующий видеоматериал, который мы приготовили тщательно, вот все команды готовили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.